Продолжение следует... А это двор. Наш, Маяковского, 38, где прошло все мое детство, где началась война, мы бегали в бомбоубежище, где я начинала кричать, мне очень хочется хлебца. И кричала, осенница, аога. Это значит, что Анастасия Алексеевна тревога, это я тетке своей докладывала. И когда мне приносили бомбоубежище, все говорили, уберите вы эту крикуху. Ну вот, может, тут разоралось, наверное, от голодухи, от страха. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вообще потрясающие квартиры были. Эту квартиру в свое время купил мой дедушка. А потом, когда из блокады выехали, и когда мы приехали, осталось только три комнаты у нас. И всю квартиру занимали какие-то чужие люди. И они разобрали всю нашу мебель к себе в комнаты. И самое ужасное, что они забрали пластинки, которые папа привез в 1937 году. Он ездил в Италию и привез пластинки Джили, Каруза, Гали Курчи. Самые великие были певцы. И папа, я помню, что папа выкупал наши вещи у них. И пластинки выкупил, и я под эти пластинки делала уроки. И, значит, все ругались и говорили, вот эта лялька опять делала уроки под пластинки. А весь двор ругался, кричал, закройте окна, а то она опять со своей музыкой. Я помню, что для меня это был шок. Когда приехал Ляскала, я вдруг живьем услыхала то, что только я слышала в записях. И я слушала, я думала, боже мой, неужели так можно петь, потому что у нас так не пели, как пели уже тогда в Италии. И у меня уже внутри был определенный уровень исполнительский, мировые стандарты, так бы я сказала. Я уже, когда училась, я уже знала, до чего мне нужно дойти, чтобы я была на уровне мировых певиц. Саранат мы очень дружим. Мы с ней встретились в Лондоне, это была моя первая пластинка, которую я записывала. Мы писали Адриану Лекуврер, дирижировал Джейдс Левайн. Очень смешно было, потому что такие были слова, которые я еще не знала, как они произносятся. И когда мне Рената говорила, как произносятся, я говорила, а ты уверен? Забываю, что это итальянка перед нами, еще и певица. И вот тогда, когда я ее спрашивала, уверена ли она, что она так произносится, мы с ней подружились. Она была маленькая, такая тоненькая, наивная какая-то. И она так пела итальянскую музыку, такие фразы делала гениальные. И я думаю, что Джеймс Левайн очень долго с ней работал. И, наверное, он от нее очень многому научился. Я очень ее люблю. И когда еще больше ее прибило, совсем недавно, когда она должна была приехать на конкурс ко мне в Петербург, и она дала мне телеграмму и сказала, Лена, ты, конечно, меня извини, что я не приеду. У меня родился внук, мне так хочется с ним побыть. И она мне еще стала приятнее, потому что я понимаю, что для нее тепло, семья для нее очень важна. Субтитры создавал DimaTorzok Никто так не пел, как Биргит Нильсон. Когда мы встретились с ней в Вене, она уже была в возрасте, и она пела какую-то оберу, я не помню, что-то такое мощное. И я подошла к ней, я сказала, ну скажи, пожалуйста, самые-самые высокие ноты. Я говорю, ну как ты их берешь? Она говорит, я сейчас тебе расскажу очень интересную историю, как я их нашла. Я говорю, как? Она говорит, у меня был страшный грипп, я была совершенно простужена, у меня не было совершенно никакого голоса. И я что-то пробовала, пробовала, ах, 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 пробовала, пробовала, и вдруг это ощутила, и здесь, вот здесь я всегда их пою. Это мне было смешно. Я запомнила это. И потом она мне очень смешную историю рассказывала. Ее очень любила мамочка, они жили в пригороде, такая, ну, в деревушке. И она, говорит, ты представляешь, я приезжаю домой, мамочка меня ждет после гастролей. Она сказала, вот, Биргит, ты все время ездишь где-то, ездишь, вот спела бы ты у нас в церкви. И я, говорит, согласилась петь в церкви. Мы, говорит, пришли, какой-то был праздничный день, мы вошли в церковь, я начала петь, спела. Она, говорит, с громадным успехом, говорит, там концерт, все, бабульки там все были в счастье. Мы идем домой, по дорожке такой, говорит, по тропинке, и мама говорит, ну вот, Биргит, зачем тебе ездить по всему миру? Посмотри, как здесь тебя любят, какой ты здесь имела успех? Вот это я тоже, что-то я сейчас вспомнила, как она мне это рассказывала. Замечательная была женщина, очень была простая, хорошая, умница, веселая, просто дивная, дивная женщина. И, конечно, такого темперамента, такого совершенно немыслимого, я просто не видела и не слышала больше, как у Биргит. Это голос был прямо как с Бродзбойта, как сумасшедший, просто смывал трудящихся в зале. ПЕСНЯ А вот здесь, на четвертом этаже, где была наша квартира, вот это была кухня, громадная кухня, с громаднейшей плитой, из белой плитки, с чугунной, сверху была чугунная такая плита, сверху. Ее топили дровами, а ночью ходили крысы громадные, вот такие, как коты. И этот наш Мишка, наш кот, любимый, значит, по ночам сражался с этими крысами и очень часто приносил этих крыс дохлых к нам в комнаты, отчего все бежали, умирали от страха. Я помню, что встреча с Хараяном для меня осталась на всю жизнь, потому что впервые я услышала музыку в оркестре не по горизонтали, то есть не мелодию, а по вертикали. Это было как фундамент, как здание. И когда мы записывали с ним Трубадур, я помню, что когда он начал опять что-то делать такое непонятное руками, я поняла, что он обладает какой-то магией. И помню, что он, когда я пела Азучену, у меня диапазон был такой, что у меня не было там с верхушками никаких проблем, и он мне сказал, вот если сейчас в каденции возьмешь до, я тебя приглашу записывать тоску. И вообще сейчас я придумаю, что с тобой буду писать. Тот год был у меня такой звездный год, и меня нервы не выдерживали, я попала в больницу. Я лежала в больнице, и когда я вышла из больницы, оказалось, что в госконцерте, значит, трудящиеся советские, не дали ему телеграмму, что я больна, и я лежу в больнице. И я не приехала к нему на Зальбургский фестиваль петь Азучену. Он так разозлился, сказал, что с советскими больше не буду иметь дела. И он много лет, мы с ним встречались, и он не мог слышать вообще не только про меня, а вообще не про каких советских исполнителей. Потом когда-то мы опять встретились, когда я писала диск Самсона и Далио в Париже. И когда я вернулась домой, в изнеможении совершенно, я легла спать, и в это время раздался телефонный звонок. И какой-то мужчина по-французски мне сказал, это Елена, я говорю, да, приезжай ко мне спеть Дон Карлос, мне нужно срочно Эболи. Я говорю, кто говорит? Он говорит, кто говорит, кто говорит? Караян говорит. Я через кровати не упала, потому что, во-первых, он никогда этого сам не делал всегда. Кто-то из секретарей, кто-то приглашал, и что. И вдруг это он. И утром пришел такой красивый мальчик, взял мои чемоданы, и мы поехали в шикарный лимузин, мы поехали в аэропорт, там стоял маленький самолетик Караяна, мы сели. И впервые я в этом самолетике увидала журналы «Прибоя». У меня был шок, думаю, как это так, «Прибоя» и «Караян» для нас. Это все было шоком тогда в нашей жизни. Я помню, когда я вошла на сцену, это была сцена в саду, и я начинаю петь, мне ничего не могу, поднимается глотка, чего вообще у меня никогда я не ощущала. Я чувствую, что я не могу петь. И думаю, наверное, я устала на этой записи. И я Фрейни говорю, «Мирелла, что-то я не могу петь, мне тяжело держать тесситону такую». Она говорит, «Элина, это же бенская опера, оркестр, у них же почти на тон выше нота ля. Строй оркестра очень высокий». И вот я тогда в первый раз в жизни узнала, что такое высокий строй. Когда я пела «Арию», «О Дон Фатали», последняя «Ария», а он, значит, я говорю, «О, миа, Редина, я ты моля». Думаю, нет, в таком темпе мне наверх туда на тесситону не забраться. Да еще при том, что оркестр почти на тон выше. Да у меня не забраться. Я его подвигаю в темпе, а он так вот облокотился, знаешь, на бортик этот. И так все эти хоханки, спокойно. Думаю, что же я буду делать? Я туда не... точно, я знаю просто, что мне туда не забраться. Я отошла в угол сцены, пошла в своем темпе и слышу, что он все равно в своем. А я вперед, я вперед. И спела раньше его, закончила и ушла. По-моему, он еще заканчивал минут пять. И потом... Я пришла за кулисы расстроена, думаю, ну все, теперь минут с Хараяном, покончено навсегда. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пришел Хараян. И стал меня уговаривать, чтобы я пела еще спектакли. Он говорит, я плачу двойной гонорар, я говорю, даже тройной, четверной. Я говорю, я не могу, не могу больше петь. В какой-то тесситуре не могу, просто мне не спеть. Еще один спектакль. Я говорю, я вообще думала, что вы не придете, чтобы вы рассердились уже на всю жизнь. Ну вот, и потом, когда мы прощались... Потом, да, я еще помню, что мы с ним встретились еще. Когда он дирижировал какой-то симфонический концерт, я пошла за кулисы. И вот я помню, как он уже сидел в кресле на колесах. Его закрыли пледиком таким. И я помню, как мы целовались с ним, прощаясь. Вот я чувствовала, что это в последний раз я увижу Караяна. Он уже был очень слабенький. Я сказала, дай я тебя поцелую, я даже должен тебя поцеловать. Вот это я помню, последний караянский поцелуй. И такая, так у меня сжалось сердце. И почему-то я тогда подумала, думаю, наверное, я больше никогда не увижу. Так мы... Это действительно было так, и через какое-то время его уже не стало. Я уже так смотрю, что, наверное, не осталось уже прежних жильцов здесь, потому что все окна другие, все уже по-другому. Жалко, потому что вот здесь были очень красивые интерьеры, потрясающие совершенно. А внизу был громадный камин. И у нас был дворник, которого все очень любили. Он закрывал на ночь подъезд. Ему надо было звонить, и по звонку он выходил, кланялся так, учтиво. Ему давали три рубля. Он был в счастье, просто особенно папа моего любил, потому что папа приходил очень поздно. И всегда у нас пылал камин на первом этаже. И была такая уютная радость. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я спел в Версале концерт. И потом меня пригласили куда-то вечером пойти на прием. Нас куда-то долго везли на машинах. Машины были с темными окнами, чтобы мы вообще даже не видели, куда мы ехали. Потом мы вышли. Машина вся была в духах. Мы тогда еще непривычные были. Такие запахи тонкие в себя впитывать. Уже какое-то было настроение еще после Версаля. И совершенно другая атмосфера. Это потрясающая совершенно атмосфера там. И меня пригласили вот в этот дом. Я увидела каких-то таких беленьких маленьких старушек в коротеньких платьицах. У одной бабульки было платье, расшито какими-то бриллиантиками. И очень красивая платьица. У нее были такие хорошенькие ножки и коротенькая платьица. И вдруг я сказала, я говорю, боже мой, какое красивое у вас платье. Она сказала, это все бриллианты. Это бабка мне говорит. Я говорю, вот мне хоть бы одно, упала бы хоть одна ваша пуговка с бриллиантом. Она сказала, деточка, зачем вам бриллианты, когда у вас в горлочке бриллианты? Но я на них насмотрелась, нагляделась. И потом вдруг в моей пиковой даме произошла какая-то метаморфоза. И когда я пела последующие спектакли, я все время возвращалась в тот дом, в котором мы были. Это было какое-то высшее общество парижское тех лет. И вот это все вместе с этими бриллиантами, с этими прическами, с этими потрясающими руками красивыми и с духами. Вот эта вся атмосфера вся вошла в мою графиню, в пиковую даму. И потом каждый раз на протяжении 40 лет, которые я пела пиковую даму, я всегда была в том доме и всегда была среди этих старушек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот сюда девчонки прибегали, стучали мне в копеечку, в стеночку. И вот отсюда я пошла во дворец пионеров заниматься музыкой. Была такая Лида Петрова и Надя Игнатович, две мои подружки. И они меня позалили, пойдешь в хор поступать? Я говорю, пойду. И взяли меня, не взяли. Сказали, что надо выучить хотя бы одну песню наизусть. А как всегда я слов не знала, до сих пор у меня проблемы это существует. Хотя я уже 43 года на сцене театра. Я пела Далилу «Метрополитен». Это в пяти актах опера, но бесконечно, бесконечно. Ну, слов столько, что... Ну, я французский хорошо знаю и говорю свободно. Ну, столько слов, что он просто не влезает. И она не выходит со сцены буквально, пять актов. И в конце концов, думаю, ой, это вот такой громадный ансамбль, там, когда уже ослепленный, там какая-то мельница, или что там он крутит, не помню уже, что жернова какие-то ослепленный этот Самсон. И она... И бесконечно, полчаса этот ансамбль. Ну, думаю, неужели еще этот ансамбль учить? Я взяла такие ленты большие, и так вот внутри, такая у меня чаша была, и я эту чашу так вот наклеила внутри, и чашу поворачивала. А режиссер говорит, какая находка, как ты красиво эту чашу поворачивала. Но он же не знает, что я за слова там читала. А после меня приехала Бамбри. И говорит, нет, нет, Касотта, Касотта приехала после меня. И она была счастлива. Первая жизнь она, по-моему, меня простила за то, что я появилась на горизонте музыкальном после нее. Потому что я, конечно, карьеру ей перешла бедной. Больше всех меня не любила, конечно. Потому что все спектакли... Тогда она царила на сцене. Когда появилась я, я, конечно, ее так потеснила немножко, и она меня очень не любила. Но когда она увидела вот эти все записи в Далиле, она была счастлива. Далиле, она была счастлива. Я на Западе вообще не уходила за кулисы, я не отдыхала. Я все время смотрела, как пели великие певцы. Потому что жизнь сложилась так, что я все время была с великими певцами, с великими дирижерами. Самыми великими режиссерами я работала. В самых шикарных театрах с лучшими оркестрами. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ